Я не знаю. Да, я не знаю. Это что, не видит кто-нибудь? Что, где-то типа шоу? Ну, в общем, магнито-радиционной устойчивости это устойчивое сечение управляющей жидкости в магнитном боте. Ну вот, я сначала расскажу аналогичную задачу по обычной гетродинамике. Потом немного расскажу про аналогичную гетродинамику, что это вообще такое. Ну и потом расскажу, как решается задача в гетродинамике. В гетродинамике решается задача очищения жидкости между двумя ращающимися цилиндрами. Она там просто решается. И вот по лискоростке такое получается. Устойчивость можно получить, следуя устойчивость самому уравнению рейлера. А можно вот из таких принципов. Это центровежная сила. Ну и можно писать через момент, который... Смещает... Вертарную частицу, которую мы рассматриваем на расстоянии дельтеэра, центра. Но у нее там не сохраняется. Поэтому... Ну, поэтому сила будет вот такая. А то же самое значение, в частности, которое мы встречали, но находящееся на расстоянии дельтеэр, будет вот такое. Ну и... Понятное дело, что вот эта сила должна наибольшей той, чтобы она дальше не двигалась. И поэтому получаем, что вот такое отношение для устойчивости должно только между моментами и такое соотношение. Это мы раскладываем в ряд, там, до первого. Ну, вот эти, там, до дней и ночи лет. И получаем такой категорию устойчивости. Ну, или в нашем случае, вот если их все поставить, вот так вот. Ну, получается, что при... Ну, если один цилиндр вращается, ой, не вращается, то... то, конечно, течение устойчиво. И при... Если они оба цилиндра движутся в одну сторону, и вот такое соотношение выполняется, то течение тоже устойчиво. Вот. Вообще, это по-хорошему надо было делать, исследуя, бесконечно малое помещение. Вот. Считаем, что вынули у нас решение социального значения, то есть вот так, здесь это АВ1, это уже размущённо. Подставляя это всё, получаем вот такое оравнение. Поскольку мы в это оравнение линейны, у нас будет двигаться в членах. Ну, а член с классичной АВ1 мы накидываем. Ну, и ищем решение вот в таком виде. В таком виде мы ищем потому, что у нас по Z и по T у нас бесконечность, по P а по R ограничено, поэтому мы не можем изогнать экспонент, а ищем R как функцию. Функция там, например, ну и ограниченные условия, там слой при рекламе, естественно, и получаем какой-то набор дискретный, потому что у нас у вас ограничена Омега-К, которая есть в сотни числа. И по знаку этой Омеги, по знаку мимочасти Омеги, судимо, устойчивость течения, чтобы экспонента была там во времени затекающей. Ну, это все исследовалось очень давно еще там двадцать недодрожь. Телор, в общем, показал, что для узкого зазора клинической сути, при которой он наступает, при котором уже устойчиво, он в таком отношении. И картина будет такая, там, вот если ячейки это мерчится. Ну, такая интересная картинка. если диаграмма устойчива, если его поцелент в одну сторону, и вот у нас так получается. Выше уже неустойчивость, а здесь устойчиво, а внизу неустойчиво. А вот эта диаграмма, вот вот с учетом уже второго порядка эффектов. Стоп, в белой области она устойчива? неустойчива неустойчива неустойчива. неустойчива неустойчива коронавируса замкнуть уравнение, чтобы чувствовать в сторону системы. Таком магнитоапаре скорости и там Ну, здесь всё понятно, про равнение гривности, дивергенция и собравление какое-то состояние, в котором мы не осматриваем. Ну, про равнение движения, здесь всё обычное равнение эллера, ну, не стоп, в том случае. Просто здесь вот ещё и добавлено свалорельцев, которые расписаны через, ну, в общем-то, поставлю там равнение максимум. Ну, уравнение эллера, которое получается уравнение максимума, с помощью того самого заполнованного. Здесь тоже, по-моему, они похожи на контролы, здесь субстациональные производные, а дальше уже там изменяется форма. Ну, и там вводятся параметры аналогичные, пирогинамические, это вот магнитная вязкость, которая обратно пропорционально на пропорциональности. И магнитная вязкость, то есть он такой же, как учитывая вязкость. Вот. Ну, есть такое важное мнение – это мороженность, я не знаю, какая это встроенность, магнитная ксилокриня. Это следует из закона Арфродея, ну, закон индукции, в общем, поток векторного поля через, там, сохраняющийся, через контур должен будет сохраняться. И поэтому, если у нас контур будет, например, жидкий, который будет растягиваться, он должен будет сохраняться. У нас все работает только в пределе, если у нас проводим жидкости, вытаскиваем, ну, и магнитные поля, обовое магнитное северное, это не двигается. Ну, или можно вывести вот еще очень просто вот такое соотношение, которое более полезно. То есть у нас магнитное поле меняется на изменение сведений. Вот. Ну, теперь скажу об устойчивости. Добавляем несколько впечатлений. Ну, сейчас. Вот уравнение для ядерной среды. Надо сказать, сонарное решение такое же, как и для обычной герметики. Ну, только B у нас там, ну, только с B. То есть то же самое, чтобы там где-то склад, который был в начале, то все то же самое. Ну, теперь вносим возмущение и выночитаем сонарное. Возмущение вносим по скорости, по поле подавления и ищем вот в таком виде. Гличные условия мы выбираем такие, что на скорость 1.0 на границах, на цилиндрах. Ну и магнитное поле, два радиальных компонента тоже. То есть у нас движение в осиомах. А, ну это уже, вроде как, сюда все это поставлено приведуще. И получается сравнение относительно R-т компонента, а остальные выражаются чернее. Ну, потому что они не зависят от того. Ну, они будут больше в экспоненте всего зависеть. Ну, теперь нам нужно фактически исследовать знак Омега, знак мимо части частоты, и все. Для этого мы умножаем это уравнение на комплекс окружающей причиной, интегрируем, там неопорядки интегрирования, и получаем вот такую вещь. В общем, вот из того уровня есть вот это, где вот эти акценты проходят. Вот оно равна нулю. И то есть оно равна нулю невнимой реальной части. Вот невнимая часть вот такая. Но вот это выражение в фигурных скобках оно не равна нулю, потому что если бы нам было равна нулю, то реальная часть была не равна нулю. А оно должно быть в обе части. И реальная часть должна быть равна нулю. Поэтому остается только единственное время, что две Омеги, которые реальной части и мимо части частоты, они пока остаются равна нулю. То есть у нас получается, что квадрат этой самой частоты вещественное число. Ну и получается, что у вас возможно либо, ну то есть фаза там находится либо, ну если на плоскость посмотреть, там фаза находится на осях только. Поэтому возможен либо рост, либо пользу. Не, ну все правильно. Если у вас Омега в квадрате вещественная, либо она больше нуля, тогда это колебание, если она меньше нуля, то это просто апериодическое движение, правильно? Ну вот. И критерий устойчивости будет вот, ну отсюда, если у нас цена движется в одну сторону, то у нас получается, ну, при таких параметрах, что у нас E, A, E вещественная, она больше нуля. И получаем критерий, который аналогичный критерий в альтурея в обычной альтуреи. Ну он более, менее жесткий. То есть вот. Ну физически это вот если наглядно относить, это вот поэтому. вот у нас ось цилиндра. Вот цилиндр. Вот цилиндр. Вот так вот. Рассматриваем частицу. Ну, какую-нибудь марка-частицу, в силу того, что у нас жидкость еле проводящая, и в той же вооруженности все это выполняется. Поэтому, если мы пытаемся сместить ее вот сюда, если не сюда, у поля появляется вот такая компонента. Ну, она так просто появиться не может, то есть она не может вот из этой компоненты вдруг создать вот такая компонента. Получается только она появляется за счет движения криткости. Ну, на то, чтобы это появилось, как компонент не уходит там энергии профессиональные, а когда в этот компонент. Ну, и потому что у нас энергия должна быть, ну, сильно немного не должно расходоваться на это дело. Поэтому у нас стремится всякие силы, да, то есть мобильный поле стабилизирует все эти вещи. Закрою вас там показывать. Сейчас. Следующий стайм, который был цифр, конечно. А тут как-нибудь следующий. Ага. Ну, если делать только уходного цилиндра вращающего, то есть, конечно, цилиндра нет. У нас получится то же самое уравнение, но, с другими параметрами. Есть дело, какую цилиндрическую обстановку, мы идем к уравнению похожего на уровень шеренгера, ну, с таким механичным условием. Ну, получается, что если решение этого уравнения там существует, ну, при каком-то конкретном виденном карте, то у нас есть возможность, есть возможность уравновать устойчивость, поэтому течение неустойчиво, если есть уровень. Ну, и мы зайдем по этой приближению. Ну, вот мы там все это претермируем, крыта выводится, да, и получаем, что... Да, мы получаем вот такое соглашение, ну, для выполнения выходных движений, то есть, мы должны приняться талии от точек поворота, ну, и приводим, что ядровый 10, это неважно. Ну, и получается, что течение неустойчиво, течение может быть устойчиво, но это довольно-таки сильный поляк. То есть, мы получили необходимые условия устойчиво течения около цилиндра. Ну, теперь выводы. Для оснащивания с двумя обращающимися к цилиндрами, возможно, либо террорическим раздвучением, либо колебания окружения равновесия. Ну, и могу добавить в течение, ну, и выведем необходимые условия устойчивости, которые называют критерии берега. То есть, произведенная полковая скорость должна быть большинка. Ну, и для течения около цилиндра, точка только для больших полей. Все. А около-это внутри цилиндра или снаружи? – Возтаку – это недоторгой, снаружи. – То есть, просто второго нет, он бесконечно большой. здесь устойчивости сначала двумя цилиндрами магнитное поле сужает область неустойчивости а если они движутся противоположные стороны движение седания почему-то не рассматривает движение стимулируется разной стороны нам пород она появилась должна быть всегда устойчиво если у нас одна отрицательная мега-1 отрицательная мега-2 положительный почему вот там вот пусть омега-2 будет отрицательным они нет нет предприятия только уже предположили что на цилиндр движется в одну сторону то есть фиксируем вот эти вот идеи а которые отвечают туристов сверху вы можете разматривать случай когда они движутся в разный стоп но это рассматривалось в обычный гидро динамик рассматривать тут уже график ну да и там же понятно если в разных сторон это все устойчиво ну или к нему вернуться вот смотрите если у нас омега-2 положительно омега-1 отрицательного это область неустойчивости если бы вязкость была нулевая дело в том что вот эта кривая она отличает какой-то вязкости и шоу рейнольца от нее отлично вот для нулевой вязкости вот такая вот область неустойчивости да вот действие неустойчиво согласны поэтому у меня и был вопрос вот если вот это вот отход кривой от прямой он связан с магнитным полем он связан с вязкостью тем что число рейнольца не равно бесконечно то что вы делать другое учитывайте магнитное поле но вот здесь учет магнитного поля привел к тому что по другим углам прошла линия здесь учитывая то что мы рассматривали генера врачу у нас невязкости не было вязкость ни при чем но я еще раз говорю что если они пользуются в разные стороны без магнитного поля везде неустойчиво вот просто не рассматривалось такое движение ну вам саму не приходил уроку вопрос а вот что будет еще раз приходил поднимется что-то в основном властей кажется по поводу наличия таких схем каких-то природных или технических объектов раз так это в общем это в основном для аккреционных дисков это очень актуально потому что там как раз есть что-то Сейчас. Ну, в общем, для аккредиционных дисков это очень актуально, потому что там тоже, в общем, спектр, который был на наблюдении, он получался только благодаря тому, что, ну, в общем, он не совпадал статическими расчётами и без расчёта подкидного поля. Вот, кстати, на поле, вроде как, должно быть весов большое, тем не менее, если кто-то не совпадал. Ну, если там... А с вектор чего не совпадал? А, ну, спектр светимости, ну, то есть, кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс. Ну, с учётом вот магнитного поля это всё, да, буду осъяснить. Ну, ещё вот, в общем, за чем я занимаюсь. но вот есть и полагается что у него где-то внутри есть еще такой и вот как раз таки объяснить вот там очень диверсальное вращение внутри планеты не особо большой поэтому генерировать вот тогда есть компонент используя дальность в чем-то не удается ну поэтому думается что когда есть такая идея что там как-то замешивает операционная устойчивость в этом деле в ротационность что с вращением земли святого сфера в сфере а получается что проводящая жидкость в ядре землец в поле нет там сложен очень закон там конвенция еще там непонятно вообще но как бы вот поле для скорости не знаю призыве вот гадость для галактики но вообще все равно бульвартики можно посчитать для солнца мы знаем поверхность а сферу тела звенными не знаю как наружный поле и у нас есть данные по любому сюда на это подобрение могут эти порты а ваше вашей модели магнитная болезна А вот примеры после физических объектов, которые могут значить снижение неустойчивости. Снижение неустойчивости. Тут еще учитывается только осевой молотой на поле, а идеальная жидкость, быстренье, и нервно водящим. Насколько времени в реальности? Не, но сам-то вывод о том, что если есть магнитная полька, то все более устойчиво. Ну да. Но этот вывод, на самом деле, не именно только на магию, а в качестве. Ну, качество его, как я уже там вырисовал, это можно было сразу сказать. А вот это просто неустойчивость. В этой жизни, на самом деле, сейчас в этом польчатике делается эксперимент, по-моему, в этой физике отлично плотности гораздо меньше, чем в столкновении. Ну да, плотность, да. Но, как бы, проводимость, то там, проводимость проблемы. То есть, в этой эксперименте, мы можем магнитовать, что у нас там около сотни, а в физике там порядка, там, девятьдесят, ой, десятьдесят, и так далее. В этом проблема. Себе, например, мантии, что-то сто пятьдесят, что ли, какого-то, да? Чего? Мантии на четырнадцать. Ага. Ну все, да? Повторюсь, что из трех частей будет рассказ мой. Первая часть – эгитационно-пропагандистская, которая рассказывается о том… А они длинные части? Ну вот эти прыжочки обозначают число слайдов в частях. Поэтому, сколько… На опыте не меривай, сколько… Нет, глядите, а там по каждому много прыжочков. Ну да, ну… Там, в основном, будут в первых частях некие картинки, иллюстрации, характерные параметры. Вторая часть эксперимента с ДПФП – это, собственно, описание установки и то, чего экспериментаторы наблюдают уже пятнадцать с лишним лет. Ну, а третья часть – это описание расширения газового шнурок и технической. Затем планируется, что будут еще поступления, посвященные оптической стороне этой проблеме при рассеянии с расширением шнурок. Ну вот, пока начнем с первой части. Содержание – вот оно, надо было бы показать. Агитационное – то, что называется лазер в ядерно-оружебном комплексе нашей страны. Почему оно так называется? Зачем оно вообще? Потому что это надо объяснить. В восемьдесят восьмом году наша страна подписывает мораторий на запрещение ядерных испытаний. Соответственно, все экспериментальные работы большие прекращаются. Но нейтроны ускоряют каким-либо образом для больших энергий 10-14 ноль. Никак иначе, кроме как использовать игноридные реакции, нельзя. Эти реакции надо как-то проводить. Вот заранее, еще за десять лет до моратория, стартовала программа по созданию высокоэнергетических лазеров. Схема работы достаточно на кольцах просто объяснена. Мы создаем многоканальную систему, фокусируем все излучение на цилиндрическом мишень. Она сжимается, разогревается и… Она сжимается, разогревается и, собственно, там начинаются реакции. Ну, схема-то схема, и реализация гораздо сложнее оказалась, чем схема. Ну, кроме того, мы можем оптическое излучение конвертировать в рентгеновское излучение, заставляя его рассеиваться в замкнутых цилиндрических болсов. И, собственно, получаем… Ну, и там работа по рентгеновскому лазеру, в том числе с этим связано. Фазовые переходы при ударном окружении. Дело в том, что, когда мы, допустим, композитный образец, состоящий из двух видов материалов, на него падает волна излучения сфокусированная, там возникает ударная волна. Мы можем, в общем-то, проводить работы по изучению уравнений состояния и физики прочности. Тут вот ссылки внизу будут, ну, на некие работы, где объяснено, какие успехи там достигнуты. Ну, и, наконец, вот синий пункт – это термоидеральная детонация, зажигание мишени. На самом деле, никто ее пока не получил в мире по-хорошему. Близки к этому американцы, ближе всех находятся. Ну, и наши тоже внутренние работы тоже есть такие. Что мы видим? Ну, вот спектр В3 – это, кстати, база по оптической спектроскопии ионов, крупнейшая в мире открытая база, полученная во многом благодаря работам на высокоэнергетичных лазерах и вооружениях комплексов. Ну, а здесь мы наблюдаем камеру, в которой происходит термоидерная реакция на лазере камеры с установки луч в Сороне находящейся. Ну, а, соответственно, вот это вот – низкра-6, оптический канал лазера тоже Соробского. Поехали дальше. Вот картинка. Как все это развивалось? Ну, началось, как мы видим, с достаточно скромной энергией 25 джоулей. Но мощности уже 8 гигалат за счет маленькой длительности импульса. И все установки серии «Искры» они базировались на фотодистанционном эффекте и фотодистанционных йодных лазерах. Амиоидит метана под действием затравочной искры, собственно, разлагается в каскадных реакциях. Поэтому преимущество таких установок мы можем сколь угодно, ну, почти сколь угодно, большие делать активную зону лазера. Можем большой объем этого гигитметана закачивать в трубы и, соответственно, там вызывать реакцию. А вот какой минус? Ну, минус понятно. Два их минуса. Ну, во-первых, он и подобные размеры просто установлен. Установка «Искра-6» она размером плавный корпус. Там 12 каналов. И скорострельность установки – один опыт в 5 дней. Потому что после опыта мы должны весь этот гигитметан выкачать, маленький химзавод рядом построить, осуществить его восстановление, снова закачать, дождаться, когда там все фруктационные процессы сократятся. Каждый год не строит завод? Нет, завод он построенный, он работает. Ну, и, соответственно, все эти машины, постепенно росла мощность, постепенно росла энергия в индусе. И планировалась еще «Искра-6». «Искра-6» уже не кило-джоулевая, а там уже 0,7 мега-джоулевая должна была быть энергия. Ну, как мы видим, развалился Советский Союз, а «Искра-6» нет у нас. Но тут я не удержался, и вот привожу пример того, чего бы нам хотелось, то, на что выделены деньги в нашей стране, и то, чего пока у нас, конечно, еще нет. В металле и на практике. Но это уже машина, которая основана на другом принципе, это не йодный лазер, это мы пошли уже в пути вслед за всем миром, и мы создаем там неодимовые стержни, обычно неодимовый таркотельный лазер. У американцев на неодиме все лазеры развивались практически в этом направлении тоже в 70-х годах. А на йоде это вот наше советское изобретение. Ну, теперь поедем дальше. А, вот еще. Камера взаимодействия. Ну, мы видим, во-первых, характерный размер вот этой оптики, которая здесь представлена. Излучение, которое идет там в лазере, это у нас длиной порядка одного микрометра. То есть это инфракрасное излучение. И для того, чтобы эта оптика работала, там, соответственно, кварцевая оптика. Опять же, почему у нас страна технически достаточно долго подходит к этому новому лазеру? Мы потеряли практически все производство оптического стекла в 90-е годы. И сейчас для нас это была даже проблема. Ну, вот. Идем. Здесь вот представлено уже нечто другое. Почему представлено? Ну, тут видим, что энергии маленькие. Энергии джоулевые — это не те энергии, которой хватило бы для зажигания мишени, где нужно около двух мега джоулей, а не мишень прямого облачения. А для прямой мишени нужно полтора мега джоулей. Но здесь мы можем получать большую мощность на этих лазерах. И они компактны. И мы можем как раз отрабатывать различные конструкции фильтров, мишени и так далее. Но ЦПА — это вот распространенное в этой науке черпит полсенкрификашн. Ну, на русский язык или черпованные не переводятся никак, или линейночастотная модуляция, как у людей физики. Машина компактна. Ну, это как бы параллельное направление. — Какой? — Это прогресс. Но Сокол — это его дублёр. — Сокол я видел, поэтому и смотрю, что в комнате находится. — Вот, то есть, это прогресс. Сокол фотографии, к сожалению, конечно, не достает. Ну, камеры взаимодействия, опять же, мы видим, что камеры взаимодействия в двух разных институтах разработаны, в данных оружиях они похожи у нас. Ну, то есть, вот это вот Снежинская в нейтеровская камера, это, соответственно, Саровская. Видимо, тут ещё один элемент конструкции данных машин — это вот конденсаторные батареи. Ну, понятно, чтобы запитать этот лазер, нужно долго заряжать в соответствии с теми данными, которые известны, лазер серии «Искра», они заряжаются там, опять же, по двое суток. Ну, и вот оптика — это самая уникальная. Ну, идём дальше. Каковы основные принципы? Ну, мишени бывают у нас, собственно говоря, прямого облучения, не прямого облучения, а прямого. Казалось бы, проще. Возьмём сферическую конструкцию, ну, шарик какой-нибудь. Будем его… поместим его так, чтобы он равномерно облучался ну, справлюсь влево, то есть, ну, впадут поток такой-такой, два пучка. И будем эти пучки попарно размещать в пространстве. Ну, там геометрия платоновых тел используется, то есть, чтобы был правильный многограмм. Или как-то ещё, ну, когда там уже превысило определённое число, сейчас там уже специально сложные геометрии разработаны, всё бы было хорошо. Ну, гладко было на бумаге, но про обраги забыли. Обраги-то начинаются из-за того, что неидеальности в этих машинах они есть, мы о них поговорим. Но чтобы первоначально с ними бороться, был придуман способ. Мишени не прямого облучения. Излучение заводится в бокс-конвертер. Бокс-конвертер, он обычно золотой в этих опытах. Ну, или, там, вольфрамовый. Нужное вещество с большим зарядом ядра. Внутри возникает каша рентгеновских кланатов с большой температурой, с большим эффективным давлением. Они сжимают центральную мишень, которая заполнена для этой ретритием газом. Ну, соответственно, на таких мишенях уже сейчас, уже 20 лет почти, наблюдаются нейтронные выходы. Нейтронные потоки большие, но по ним получается, что зажигания, полного сгорания там нет. То есть, это сгорание на уровне до 10%. Ну, и, соответственно, условно, два вида конструкций. Вот эта конструкция можно переводить в прямую мишень, просто смещая ее относительно кучковскую усилию. Ну, и вот разрез мишени. Облятором называется внешняя поверхность, бериллия. Здесь, в данном случае, не обязательно бериллия. Металлическая тонкая поверхность. На нее как раз она принимает на себя весь этот гадный излучение. Там хорошая теплопроводность сравнительная. Ну, хорошая, насколько это мы поговорили. Потом небольшой слой льда, третий его, ну, потом уже, собственно говоря, газ. Криогенные мишени – это просто третий вылет. Криогенные используются на установке них, американской. Ну, там проблемы с замораживанием. Это долго. Почему геометрия сферическая? Ну, опять же, вот я не удержался, показываю вот эту штуку. Парковый глобус. На самом деле, не парковый глобус. На самом деле, внешняя часть шарового заряда термоядерного 60-го года, который установлено в Снежинской в качестве глобуса. Но мы видим, что, поскольку разработки велись в тех же институтах, есть некие сходства. Вообще, в самих зарядах, там ведь применяется радиационная имплозия. То есть, то же самое. В термоядерном заряде термоядерный мишень сжимает рентгеновское излучение, не греет его. А вот производится оно ядерным зарядом заправочным. Но здесь у нас не ядерным зарядом, а, соответственно, лазерным. Мы пойдем дальше. Что у нас происходит на практике? Те самые омраги, о которых забыли надумал. У нас большая интенсивность. У нас нелинейно взаимодействует это излучение с оптическими средами любыми в этом усилительном канале. И даже с обыкновенным воздухом, который там между усилительными каналами не лезет. У нас лазерный импульс распадается на тонкие пучки. Возникают все агментации нити оптические. И вот все это достаточно неоднородное. Никакая ни плоская волна, ни галстовый пучок. Все оно падает на сферическую мишень. Пусть даже мишень идеально для шероховатости. Уже плохо. Она нагревается неравномерно. У нее возникают области с быстрым течением, с медленным течением. Вот после такого выстрела характерный вид. Ну, на каком-то этапе через определенное время. То есть мы видим, что это не центральное симметричное сжатие в любом случае. Да плюс еще вот эти вот цепа лазера, они создают еще и предимпульса. Мы видим, что основной импульс, а у него там еще есть предимпульс. На нижнем рисунке что изображено? На нижнем рисунке, вот я вернусь назад, вот была у нас сферическая мишень. Мы на нее посветили, она стала сжиматься. Сжимается она давлением излучения. Ну, вот на нижнем рисунке изображено характерное мишень. После начала сжатия мы видим, что она не сферически сжимается. Она вообще разваливается чаще всего, в большинстве. Ну, и там разные сборки применяются. Например, вот газ вроде ели, там, между внешним аблятором и внутренней полиэтиленовой частью, в которой там дейтериум используется, чтобы как-то это сгладить. Процесс неравномерности сжатия мишени. Но это своя наука про то, как мишень сжимается. Мы видим, что достаточно плохо вот это все происходит. Ну, главное, предимпульс. Вот предимпульс уже таковы, что они могут вполне хорошо разогреть эту поверхность. Уже на горячую упадет основной импульс и все разрушено. В общем, гидродинамическая неустойчивость портит жизнь. Поэтому много лет попытки делаться зажигание все нитки. Соответственно, ну и от чего еще возникают эти неоднородности? Мы видим характерные размеры, все установки небольшие. Там очень трудно навести юстировку, чтобы все приходило в нужный момент по нужным осям. Синхронизация импульса с разных каналов установки тоже большая проблема. Хотя проблема синхронизации, она вот в вооруженной системе, там тоже она есть. Поэтому, опять же, это общий вопрос. Ну и, соответственно, как мы с ними боремся? Ну, бороться можно разным путем. Например, можно улучшать качество гладкости этой мишени. Можно все время совершенствовать технику юстировки установки. Поэтому пути все идут, но он дорогостоящий, значительно дорогостоящий. Проще сделать как? Поднять там энергию установки, поднять мощность. Ну, поставить фильтр, который борется с вот этой конгерентностью излучения. Потому что там еще конгерентность, например, на мишени. Там стопроцентная интерференционная картина. То есть, действительно, интерференция нам мешает, с ней надо бороться. Ну, вот характерный вид имбульса. Мы его должны каким-то образом гладить по пространству. Применяется такой способ. Ну, возьмем и пропустим его через нечто, характерное время перестроения которого значительно меньше, чем время длительности имбульса. Но это нечто самое, может быть, разнообразное. В данном случае будет раскрасывать газовый среди оплазм, если перестреливающийся. Для установок, которые в нашей стране есть, характерные времена – это косякунные. Косякунные – это значит, что это никакие не механические средства, или что-то другое должно быть. Ну, и в мире, в общем-то, сейчас на самом деле не четыре, а около десятка разных способов пространственно-временного сглаживания. Но первым и наиболее широко распространенным долгое время было, в 80-е годы, случайный фазовый пластин, сейчас наиболее распространенный – киноформный. Ну, вот характерная киноформная пластина. Или фазовая – это то же самое, но там просто берется толстый слой стекла, ну, утрированно говоря. На нем наносятся шероховатости, произвольные. Вот пескоструйную машину можно поместить, и будет шероховатость. Излучение проходя сквозь эту шероховатую пластинку, разные наибфазы возникают. И все, поэтому мы можем бороться с коррелированностью этой фазы. Но если мы хотим в совершенстве эту технологию развить, пожалуйста, мы начинаем высчитывать, каким образом вытравить эту гравировку на стекле, чтобы в белых областях у нас был скачок фазы 0, а в черных областях 2. Ну, и такие вот машины изготавливаются. И вот характерные размеры, такие, что есть на 10 сантиметров, а 20 на 20 – самый лучший, по-французски. Но потом спектральную зависимость дисперсии можно использовать. Там еще на самом деле есть способ, когда мы электроэлектроактивную модуляцию делаем. У нас свет проходит сквозь ячейки, в которых мы создаем быстрые переменные опоры. Вроде мы и там можем каким-то образом играть. Ну и самый такой, может быть, древний способ, он-то ферметрии, широко известный с еще начала 20-го века, эшелон Макельсона. Это характерно. На разных участках у нас разные набег фазов. Но вот, казалось бы, почему у эшелона не используется? Какие могут быть варианты? Не очень крупненько. Не очень крупненько. Но, опять же, потому что, если посчитать для тех установок, которые есть, линейный размер этого эшелона в 10 метров. Изготовить такое, чтобы там не было каких-то внутренних неоднородностей самого стекла. От этого отказались все в мире, и все в мире ищут путь, как с этим бороться. Вопрос. Я правильно понял, что вот эти пластины дофазовые, они созданы, в принципе, для того, чтобы укрепенность подавить? Правильно? Как-то на временном сглаживании, как-то все скажете? На пространстве. На пространстве, пространстве. На профиле как это сказывается? Нет, тут немного обратная картинка. Сначала мы губим вот эти маленькие печёточки на импульсе, ну, размазанные. Вот это пространственное сглаживание. Но он уже делается линейно, не когеринтно. И он приходит вот такой вот размазанный на мишень. И на мишени нет интерференции хорошей. Нет хорошей интерференции, но она есть, конечно, значительно слабее. Поэтому мишени разрушаются, по крайней мере. Ответил я ее или нет? Не совсем. Я хотел понять, за счет каких-то физических причин на таких пластинах фазовых возникает, собственно, такое сглаживание. А, за счет каких-то физических причин возникает? Сейчас скажу. Ну, хотя бы за счет того, что излучение с разной скоростью проходит в разных плащинных участках пластины. Да, как во времена же будут. Во времена, а, пространственные. В принципе, и пространственные тоже будут. И пространственные тоже будут. Поэтому ПВС они называются. Ну, и вот, наконец, фазовая модуляция на стационарной плазме. Это вот то, что называется динамические плазменные фазовые пластины. Их много разных. Мы до них еще даже не дойдем до оптики, но механику посмотрим. Попытаемся. Ну, и, собственно говоря, рассказ будет сейчас о том, что наблюдалось в эксперименте. Каковы были параметры, что мы меряли, что мы получили. И вообще, как это меряют. Ну, вот целиком взятый слайд из работы академикой Горани. Наверное, некоторым людям известны. Принцип какой? Вот она, эта решеточка. Когда мы излучение внутрирешетку разогреваем и низуем и спаряем, она разлетается, как плазминная облака. Эта плазминная облака начинает взаимодействовать с хвостом наибольсом, который приходит чуть попозже со своей разогревающей академикой. И система самосогласованная. Система эта начинает рассеивать. У нее получается некий профиль. Пучок сглаживается. Он вместо вот такого, где были маленькие шероховатости, вот эти вот. Мы на график смотрим сверху, да? По самым спичкам мы получаем. Получаем хорошую сглаженную облака. Ну, плюс ко всему, мы можем там еще и следить за частотами. Частоты там будут меняться. Но изменение частот отдельный вопрос. Поехали вот к самой установке. Установка, это, скажем, не тот самый основной лазер, на котором искра 5. Это маленькая искра 4, в котором энергии достаточно небольшие. Скромные. Ну, и, собственно говоря, в середину фокус. Фокус. Фокусировка на точку идет. Ну, помещаем мишень. Вот мишень, вот она. Характерные размеры в микрометрах. 200 длина, 200 ширина, около от 2 до 4 микрометров в диаметре. Ну, для сравнения. Диаметр красного кровяного тельца из человечей крови. Он 2 микрометра. А размер вот этой мишени, он с узорью пылью. По сути, она как пылинка. Проблема для установки, в частности, хорошей эвакуумирования и борьбы с пылью. Борьба с пылью на всем оптическом практике. А вот дальше приведены характерные диаметры фокального пигна. То есть, все-таки, это не точка. Точка – это в линейных размерах, где порядка метров все встанут. Ну, а для мишени – это практически однородное бычье. Ну, это вообще макроскопические размеры-то, да? 200 микрометров. С шатонными, в сравнении, да. Ну, 2 миллиметра. Это-то главное. И в сравнении с длиной волны… С длиной волны… Ну, длина волны – один микрометр. Ну, да. Диаметр вот этой вот цилиндра – это практически порядка для него. Ну, когда он испарится, там лазма уже будет. Когда испарится, ну, будет он там 25 микрометров. Ну, тоже. Об этом я скажу. Не, ну, фокус гораздо больше. Фокус, да. На самом деле, очень слабо фокусировано. Фокус гораздо больше по сравнению еще с диаметром цилиндра самого. Нить из углерода или там из полиэтилена каких-то. Ну, ладно. Схема работы такая. Запускается первый пучок, который испаряет каким-то образом. Потом запускается с некой задержкой второй пучок. Диагностический. Ну, и, соответственно, регистрируются они на выходах 5. По-моему, на выходах 4. Ну, параметры тех самых первого и второго пучка. Ну, во-первых, излучение. Вот оно на второй гармонике йодного лазера. 657. Ну, целых 657 тысячных микрометров. Диаметр фокального пятна. Энергии. Первого плазмообразующего 50-джиоли диагностического пятна. Задержка. В разных опытах менялась, чтобы посмотреть, каково же оно сглаживает. Там второй пучок выполняет, ну, своего рода, как просвечивание. Чтобы что-то поменять. Длительность импульса известна. Контраст по предимпульсу. Это надо немножко назад вернуться. Это, грубо говоря, на полуксаде предимпульса. Придется вернуться немного-много назад. Вот эта картинка. Ну, контраст по предимпульсу, отношение интенсивности пучка. К отношению интенсивности главного импульса или обратного личного. Здесь вот обратный. 10 в 7. 10 в 7 раз главный приглушиватель паразитного. Который не смогли издевать. Вот этот, обратите внимание, параметр. Ширина спектра. 10 в 9 Гц. По-хорошему его надо расширять. 10 в 11 и 12. Соответственно, это временная как раз часть работы системы. Ну, сама установка вот этих полупрозрачных зеркалов. Вакуумная камера. Верхнее диагностическое окно для регистрации рассеянного излучения. Ну, достаточно просто. Что мы меряем? Меряем энергии импульса, длительности импульса. Структуру пучка. Это вот уже то, что было дорассеянное. То, что после интенсивности. Ну, во-первых, немного вот об этом вот ящике. Многокадровый фоторегистратор, у которого там разрешение 10 пикосекунд. Каждые 10 пикосекунд кадр. Ну, вот, благодаря этой технологии удалось каким-то образом. Мы сфотографируем, грубо говоря, как это там просто развивается. Ну, мы видим, что без пластинок он примерно вот так вот, нехороший. Где-то в районе 150-120 пикосекунд от испарения. Он хорошо залаживается, на хвосте пропадают вот эти печки. А затем в 300 пикосекунд он снова приобретает вот эту спектру структуру. В общем-то, дальше надо еще что-то с ним делать. Или, может быть, не делать. Но крутизна фронта увеличивается. Вот это расчеты тех авторов, которыми в Сарове занимаются пластинками. Ну, по примеру, так получилось. То есть плазма все-таки хорошо заполняет почти равномерную форму. Ну, вот результаты. До 10 в 12 Гц расширяется спектр. И энергии поглощается не так много. Это примерно было по оценкам бы 30%. Ну, и 70 пикосекунд уже начало разрушения, я сказал. Начало разрушения структуры, которая нехорошая была с печками. Ну, теперь немножко как раз о том, как этот цилиндр расширяется, как мы его описывали и чего у нас получилось. Ну, во-первых, отвлекаясь от лазерной темы, скажем, что расширяющиеся цилиндрические газовые объекты, ну, достаточно много. Ну, джет и галактик, это точно. Спорный вопрос, конечно, молниевый канал. Ну, температура уже хорошая для физкометического описания. Ну, правда, плотность окружающая все-таки не вакуум вокруг этого шнура, это все-таки гидродинамическое по большей части описание. Ну, ввиду того, чтобы, как бы, понять эту связь с другими областями физики, правильно? Ну, вот еще месяц назад метеорит на нашу Родину упал. Там очень тоже, на самом деле, похожая физика, когда метеорит пролетает, вернусь в свою атмосферу. Вон там цилиндрический канал создает заполненные плазмы. И у американцев, как выяснилось, полтора года назад система была запущена по, скажем, вовлю метеоритов по рассеянию радиоизлучения с телескопа в Ресиле. Вот мы об этом позже уже узнали. Физика там очень похожа, одно лишь исключение. Диаметр шнура к длине радиоволны, длина радиоволны у них там, ну, 20 метров, диаметр шнура полметра. А у нас одного порядка увеличения. У них-то все хорошо, у них дифракция на цилиндре. Такая почти классическая задача. Ну, ладно, вернемся, собственно, к механике. Бесконечно длинные цилиндры, спарение мишени однородное, разлетание давляции. То есть, на самом деле, лазерное излучение, когда на любую твердую поверхность падает, оно, буквально говоря, струи вещества жидкости в любую сторону выбивает. Ну, как падение камни, то же самое. Мы считаем, что этого нет. Идеальный безоткновительный газ. Очень сильный для данного описания положения, но все равно мы так делаем. Ну, и, соответственно, параметры. Температура 100 электронвольт. Опять же, прошу не судить, что там ионизация уже активная. Это все потом будет. Пока, это, грубо говоря, газ атомов, который неонизуется, как от небе. Ну, соответственно, и атом, это гуглирует. Пишем уравнение Больцмана сначала радикартовой картины. По известному методу Гнуссена устраняет интегральную часть. То есть, рассматриваем 0-левое приближение по малому параметру, который обратный участок. Ну, и, соответственно, уравнение, получается, без правой части вообще. Это хорошо. Было и добро дифференциальное, осталось дифференциальное. Ну, насколько можно так поступать, какие будут характерные времена расширения, скажу. В общем-то, наверное, можно. Соответственно, сколькимерная задача, вот был вопрос. На самом деле, когда мы переписываем это уравнение, и в полярных координатах, да и в Декартовых тоже пишем. Видим, что она двунетна. Она по х виду. Особенно хорошо видно в цилиндрических координатах, потому что... Значит, это преемENDнее, да, второе на shell? Преерrament есть? Б ró ad в leadership. В уравнении десять и роед. Да, десять Vefit. Опечатка, которая, наверное, перекочевала в неправильно набранном запечатано времени. Начальная функция распределения. Вот это воображение надо включать зрителям, потому что нету картины. Максвиловская функция распределения. И вот эта функция, ступенька, получается примерно вот так. Это пространство, она вот такая. Столб. Ну а по импульсам Максвилов. Сейчас мы их поменим. Поведи больше. Решаем, по сути, что? Решаем задачу Каши методной характеристикой. Задачу Каши поставили. Первые два интеграла. Один вообще элементарно ищется, вот эта группировочка. Второй методом вариации постоянно ищется. Если мы подставим вот этот первый интеграл в экспонент, у нас есть сколько получится, мы не ищем так. Собственно, само решение. Любую поверхность в трехмерном пространстве мы параметризуем тремя переменами. Тремя переменами. Х1 и Х2. Т это, в общем-то, параметр для решения начальной задачи полагается равном. Переписываем, соответственно, первые интегралы, заменяя их через Х1 и Х2. Выражаем потом интегралы К1 и К2 через параметры. Возвращаемся назад к старому обозначению. Следующая функция. Ну, вот она выглядит там, функция распределения из комнат. Налевого приближения. Достаточно порядок выглядит. Но потом увидим, что бывает гораздо хуже. Я же говорю, тут больше элитационная часть этого готова. Распределение по индексу, то есть, не меняется? Да, распределение по индексу. Ну, как сказать? Здесь вот. Это просто она расширяется в константе. Но мы же хотим, по сути дела, бы описать расширение пока еще. То есть, ну, получается так. Безразмерные параметры. И вот С1. Характерное время, которое возникает здесь автоматически в этом уравнении. И оно равно при тех температурах, что электрон вольт, при массе атома, наверно, 52 пикосекунды. Ну, а мы знаем из опыта, что на 70 пикосекунды хорошо разрушается экоструктура. Уже такое-то удовлетворительное событие. Идем дальше. Хотим мы посчитать плотность частицы. Хотим посчитать скорость, с которой частицы разлетаются. Но концентрацию газа по обычной физкинетике методам, интегрируя по импульсным переменам Хи-Хи. Хи-Хи – это импульсный перемен. Получаем. И очень хорошо, что мы получили именно такое. Мы тут даже можем переваливать синтетику посчитать. Красивая, замкнутая. А Хи-Хи – это что, функция ошибок? Хи-Хи – это вот. Функция ошибок. Ну, РФ пишут люди, но я пишу РФ. Следующий Си-Хи может быть. Почему это хорошо? Вот если бы многие гидродинамически пытались эту систему описать, ничего бы. Мы там такого, в качестве даже асинтетик, с трудом мы что-то получили. Будет там гораздо все хуже. Ну ладно, идем дальше. На скорости, опять же, считаем. Это глядим по импульсным переменам, делим на концертность. Ну, выражение уже более неудобоваримое. Но это вот ответ. Вопрос был нормировки. Вообще, частицы пропадают или нет? При каких-то изначальных решениях, видимо, в ошибках с ошибками в арифметике, было связано, что частицы рождаются. Было страшно. Потом все было подкручено, исправлено. И нормировка сохраняется сейчас для этих форм. Правда численно проверена. Мы гоняли Рео-16 числа в Фортране. Посмотрели, сохраняется или нет? Сохраняется. Хотелось бы графики интегралов, как это дело все устраивалось, техническая сторона. Но Фортране считалось. Интеллский компилятор, Линекс, графпостроитель. Вот это графика ошибок, если мы проболическим и трапецистным интегрируем. Но когда я на Гауссер перешел, в графике, конечно, ошибок уже не строил. Поехали дальше. При стойчатых, аэропорических трапецистах не будем на него рассмотреть. Вот как оно выглядит. Но эта ступенечка только чуть-чуть, через 2-5 секунды, уже начала размываться. По оси абсциссы у нас безразмерный радиус. Радиус деленный на радиус шнура, 0 начало. По оси ординат безразмерная концентрация. Концентрация деленная на начало. Едем дальше. Мы видим, что уже при 20, уже размытие в полтора раза, то есть хвост уже некий появился, здесь все меняется. При 50, при том примерно характерном времени, там 52, здесь 50, видим, что верхняя часть импульса, она уже меньше 0,7, радиус дошел до 3. На самом деле, когда мы уже на эксперименте наблюдаем хорошее разрушение спектру структуры, сами шнуры расширились еще не так сильно. Между ними 100 радиусов, между двумя соседями вот этих шнура и параллельно расположены. А разрушение спектру структуры начинается, когда шнур расширился всего внутри на 4 раза. Но связано с тем, что электроны наверняка подальше будут. То есть результат вот из этого следует, что там было? Казалось бы, что... Ну, просто сопоставление чисел экспериментальное число 70 это то, что мы видим. Ага, вот при 100, например, всего лишь до 6 дошли радиусы. А между параллельными шнурами... Ну, сотня. Сотня, да, радиус. Сотня, да, радиусы. 150. Если бы, конечно, еще линейный масштаб растягивали в соответствии с предыдущей выводили, как эффективно понижается вершина. Без пределения. 500, то это уже. Если вещество совсем чуть-чуть по этой области фокусировки располагалось, то почему этот механизм ответственен за то, потому что... почему здесь уже снова на экспериментах наблюдается вновь восстановление то есть старой германной структуры? А потому что уже плотность, она практически обнародна по пространству. Нету никакого вредения по плотности. Вот здесь вот 0, 0, 12. Ну да, ну там за 30 ушли. Правился. Ну теперь сравнение с синтетической формулой и собственно точным интегрированием. Вот на 130 ошибку в 20%, на 50 ошибку в 5%. То есть практически для каких-то оценочных, прикидочных расчетов ну хорошо будет. на 120-20% а когда 5%? 5% на 50% на характерный уровень. Ну это было взято асимптотика при больших значениях этих мусаков. Ну там еще есть пути, как в таз и другие, там нужно какие-то другие счеты определенные формулы структуры. Например, ряды выписать и там с ними выиграть. Это вот скорость. Ну тут может быть плохо видно. Зеленая скорость, красная концентрация соответствует. Мы видим, что скорости они на хвосте по концентрации возрастают достаточно сильно. В среднем на хвосте, там где газа еще очень мало, скорости в 3,5 раза превышают характерные тепловые скорости. Скачет вот. Вот этот скачет, это вычислили наши. Это еще считалось, когда проболическими трапециями такие вещи возникали неоднократно, даже два зуба было. То есть у тебя для нулевых концентраций скорости большие, совсем большие? Да, совсем большие. Но собственно и понятно, это диффузионное расширение. Вал, это не то, чтобы вот именно сплошные среды расширения, диффузионное. Чего будет дальше? Чего хотелось, чтобы было дальше? Адиопатическое приближение для описания электронов. Ну, в частности, мы можем сказать пока еще, основываясь может быть на жизненном опыте, что движение ионной подсистемы, оно практически не будет отличаться многократно от движения атомной системы. Соответственно, мы можем фиксировать ионы и говорить, что электроны вокруг них каким-то образом колеблются, разлетаются, держатся на расстоянии. Но ионы стоят на месте. И для каждого характера на другом моменте времени они стоят на месте. Изучение ионизации в цилиндрической геометрии задачи, ну, то эта задача, скорее, наверное, параллельная вот этой идее. конечно, для того, чтобы оптику и рассеяние посчитать, нам нужна и проницаемость, поглощение тоже своя задача. Вот газодинамическая, она сейчас не разрабатывается, но позначили. Но если где электрическая проницаемость, то поглощение посчитать будет? Ну, можем, можем. Но пока и проницаемость будет получать. Но там на самом деле на чем основано? Ну, основано на самосогласованном поле, уравнении ВАСТа. Но это интегра дифференциальная, там никак от них не уйти. Соответственно, с хитрыми, возможно, способами выхода из этой ситуации. Ну, ладно. Так что, вот. А вот еще раз, с атомическим движением имеется в виду взаимодействия с незавасимым всего, когда придумался с фаномами, я так и говорю. фаномов там, слава богу, нет. Ну, это пока. И не будет никогда, потому что это уже не конденсированная среда. Сто электронный вольт, это, в общем-то, миллион градусов кель. Не, не, ну, ты же решаешь, значит, что сначала она была... Нет, 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 не о том речи. Сейчас откроем первую страницу, покажем. Не могу так расскажу. характерная скорость вот на чем туда числа. Характерная скорость электрона все-таки больше, чем скорость вольт. Из-за того, что масса именно маленькая. Вот мы говорим, что мы настолько эту ситуацию приближения доведем до рабочего состояния, что будем считать, ага, электроны вообще гвоздей не крепят. Если не электроны, а он гвоздей не крепит. Электрон движется. Но электроны, что на самом деле еще из поля самого это неподъемно получается, если попытаться можно. Вы считаете, что там еще есть заместие будет с электронами? Хорошо. Я тогда расскажу, как считают товарищи в ядерном центре. У них 20 математиков над этим работает, большой компьютер, еще столько же физиков. А кто с ян? Да, примерно так. Соответственно, работают они уже 20 лет над этим. Они считают с учетом всех эффектов, они рекомбинацию учитывают излучение, переизлучение. Какие хотя бы такого рода результаты сейчас я расскажу про похожие результаты и что еще в науке известно. Они так работают. В нашем случае надо найти характерные параметры этой задачи. Вот один нашли в цене это время. Когда будет ионизованный газ, будут еще параметры. не ставится задача абсолютно полного и глубокого описания этой системы. Ставится задача построения хорошей феноменологии. Какие есть результаты? Ну вот как я говорил, космофизики оказывается занимались подобной геометрией очень давно. У них там метеориты все время оставляют в нашей атмосфере следы. И на них они как Россию не изучали. Первая работа опубликована в 1956 году космофизика. В лазерной науке никто их не читал, потому что это выслушали. Но у них я говорю там характерная длина волны все-таки значительно больше диаметра шнура и вся задача упрощается. Специалисты по плазме наблюдали в стационарных шнурах базовый разрыв газоразрыв они там наблюдали сбив частот. Даже получил там минимум сбив частот определенных учетов. Здесь он тоже наблюдается, но опять же нестационарность расширения картина усложняет и меняет. Появляется новый парк. В гидродинамике как пытались описывать цилиндрические мы знаем что в гидродинамике цилиндрические волны не описываются. Цилиндрические взрывы есть, цилиндрические ударные волны все бы хорошо но как скажем гидродинамика не очень хорошо подходит для этой задачи когда почти твердое тело характерная плотная жидкость а там вопрос какая гидродинамика даже численная гидродинамика плохо очень для этой задачи там будут разрывы причем что это будет за разрыв еще вопрос ударная волна слабый разрыв поэтому и на генетике основана реальные ну как реальную задачу товарищи Сорова они там считают гидродинамическим как они это делают нет но особой проблемы то нет это ну она уже задача уже тогда приходит задача вычислительной математики и программировки нам такая задача не совсем интересна нам все-таки интересно помучиться и найти какие-то характерные параметры физически которые здесь заложены ну наверное вот так какие еще вопросы ну кстати характерные параметры они надо сказать одни и те же и по размерности это время которое дается из тепловой скорости и размера этого шнура а если гидродинамическую задачу решать там у нас будет скорость звука которая тоже порядка тепловой скорости поэтому ничего здесь особенного не придумаешь но дело дело-то в том что вот когда делают расчеты из-за того что они сложные на самом деле их делают по принципу но это не только у нас везде так что там учитывают не то что нужно учитывать а то что у них программа учитывается потому что создать новый код работающий надежно это вопрос многих лет правильно его отладки и постепенного совершенствования поэтому в расчетах учитывается то что можно а не то что нужно иногда это совпадает в значительной мере но никогда полностью не учитывается таких сложных задач вот например тех программ которые в здоровье используют они действительно учитывают ровное количество эффектов многие из которых совершенно здесь несущественны но они например не учитывают преломления лучей при проходении через плазмы а можно ли поувидж преломления существенным по крайней мере то что сейчас там был премия патриля и его научно руководить и делают из этого видно что преломление лучей существенны то есть не учитывается важный эффект который на самом деле влияет на фокусировку импульса и так далее вот для того чтобы исследовать насколько эффект важный не нужно нам точной картины расширения этой плазмы достаточно качественная картина на порядок величины не может повлиять какой там будет профиль после расширения этих цилиндров поэтому если мы сделаем такую качественную картину посмотрим как эти лучи преломляются то мы можем учесть то что там вовсе не учиться в этих расчетах хотя они производятся конечно очень точно и грамотно вот но это один из эффектов преломления там еще много чего есть например какие как функции задавать начальные импульсы которые приходят в системе там разложение по сферическому гармонику до 12 порядка авторских работ то есть совершенно руками можно не пробиться при такой работе ну и так далее в общем задача большая емкая я только начал на этом заканчиваем начало большую задачу и совершаем надо тренз мост начал вы посмотреть еще и м м м м м м м м м Продолжение следует...